Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Дарья, и вы на канале Молодая Ферма. Ну что, сенокос у нас позади, уже завезли все рулоны в ангар. Многие люди в комментариях и на почту пишут и спрашивают у меня по поводу техники. Хотелось бы более подробно рассказать. Наверное, я попрошу папу, он в этом больше понимает. Начнем все по порядку с нашей косилки. Добрый день! Вот наша косилка, которую мы приобрели в этом году, польская. Первый день, когда косил, сразу же ее подломал. Это подломал по своей же вине, потому что по неопытности неправильно отрегулировал угол пластин, которые должны были косить. Поэтому уже на второй день, отремонтировав и уже хорошо отрегулировав, спокойно докосил весь покос. Вообще, косилка показала себя хорошо, мне она очень понравилась. Были трудности в ее сборке. В паспорте не написано вообще ничего. То есть, все, опять же, посмотрел на ютубе, как собирали, и уже потом сообразил, все собрал. Понравилось, что легко меняются очень ножи вот эти. С помощью специального приспособления легко менять ножи. В общем-то, не составляет большого труда их поменять, да? Быстро, в полевых условиях, в общем, все это меняется. А так, косилка понравилась, что люди там пишут в комментариях, что надо стекла закрывать. Все, я первый раз косил, поэтому, да, что-то не подумал об этом. Что говорят, что может прилететь камень, и выбивают даже не только задние, еще и лобовые стекла. Но также может, говорят, и в качан прилететь. А по стоимости? А по стоимости 100 тысяч. Она обошлась на вместе с карданом. Но мы ее сами привозили из Москвы. Да, привезли из Москвы. Также, вот сейчас, при перемещении рулонов в ангар, я использовал кантователь рулонов. Тоже, в общем-то, помогает. Не надо руками ничего таскать. Привезли, трактор он захватил, повез, поставил. Просто в этом году не очень удачные рулоны были, потому что косилка, не косилка, а пресс-подборщик был советских времен. И он нормально не наматывал, и не уплотнял. В общем-то, помучились, но выбора не было, поэтому... Он только частично нам помог. Ну да, частично. Так как хотелось бы, конечно, не получилось. Грузить не получилось в микроавтобус, потому что с рулоном на ней не пролазит заднюю дверку. Поэтому пришлось грузить руками. Приноровились и в прицеп, и туда грузить же руками. Получилось, что потом трактор на второй день мы пригнали к ангару, и уже тут только складывали в ангар кантователем. А в поле? Как папочка? Передячим паром? Полторы-полторы лошадиные силы, да, было. А по стоимости? Что-то в 78, по-моему, плюс доставка. Было до нашего года. Не дешевое удовольствие. Да. Грабли к нам пришли после заявки очень быстро. Фирмы Палих, завод Палих Агромаш, это Россия, фирма лидера. Они делают много всякого навесного оборудования для тракторов, но нам нужны были именно грабли. Мы связались с менеджером, позвонили, очень быстро все это к нам пришло на транспортной компании, оплатили уже на месте, все понравилось. Грабли собирал сам, паспорт, кстати, очень хорошо там все описано, все по паспорту, в интернет не лазил, не смотрел как собирать, собрал сам. Там 5 колес для сборки сена, да, ее можно сложить и в транспортном состоянии ехать по дорогам общего пользования, как я и делал. Что у нас поле находится на нескольких километрах и надо по асфальту проехать километр. Вот я ее собрал сразу на месте, подтянул и уехал на поле, там разобрал и стал собирать. Единственное, что я первый раз этим занимался, там тракторист местный сказал, что надо ставить немножко другой угол атаки и гораздо быстрее двигаться по полю, они работают лучше из-за этого, чтобы быстрее крутятся колеса сами и варшютка. Ну, как варшютка, так и собирать, когда то есть лучше все это работает. Здесь стоят жигулевские ступицы, то есть ничего такого, все это просто все делается и мне понравилось, отработало хорошо. Ничего не поломалось. Да, первого раза ничего не поломалось, сезон стояло хорошо, хотя я, в общем-то, как сказал, тракторист очень ставил самые сильные, ну, тяжелые, да, угол атаки, да, и в этом положении тяжелее всего работало. Ну, я первый раз, поэтому не знал, и, ну, в общем-то, все равно это все отработало, ничего не сломалось. По стоимости, пятиколесные грабли-ворошилки, 7 миллиметров толщина, спицы, да, спицы 39-500. Да, вот ни одна, кстати, спица не сломалась, не загнулась, хотя я неопытный, так сказать, да, тракторист, это первый наш синокос. Нигде ничего, сам даже удивился, потому что по неопытности все время какие-то косяки, вот как с косилки, да, выскакивают. А здесь все хорошо. Ну, все-таки понравилось, что ее не надо, как перевозить отдельно от трактора, как вот некоторые, что надо погрузить на прицеп или куда-то, а тут все-таки его собрал на месте и поехал на поле, потом разложил в поле и все. Все, опять сложил и назад приехал, отцепил, очень удобно, мне этот момент тоже очень понравился, что не надо с собой возить. А сейчас я вам покажу, как мы перевозили с папой эти рулоны. Мы с ним были вдвоем на хозяйстве, мама на неделю уехала на обучение по сырам, очень давно хотела, и так это сложилось, что в дни синокоса, но мы с папой справились, сено под дождь у нас не попало, и мама там, и отучилась, и отдохнула, надеюсь, немножко. Так что сейчас вам все покажу. Приятного просмотра! Ну что, наступил следующий день. Папа подготовил площадку, насыпал песка, разложил поддоны. Сейчас либо я на тракторе, либо папа. Не знаю, кто поедет на микроавтобусе, кто на тракторе. Поедем в поле на микроавтобусе с прицепом, и будем перевозить сено к нам в ангар. Там у нас 50 рулонов, но приличное количество раз придется туда-сюда смотаться на микроавтобусе. Благо, что мы близко находимся, где-то 2-3 километра. Мама сейчас на тракторе поедет, а я на микроавтобусе с прицепом. Поехали. Будем возить сено. А вы мне все пишите и говорите, что в поле нет ДПС-ников. А вот, если бы я ехала на тракторе, а прав, то у меня еще нет. Хорошо, что я уже поступила учиться. Было первое занятие. Завтра будет уже второе занятие. Поеду, буду обучаться на тракторные права. Вот мы приехали на наше поле. Даже не верится, что мы это осилили. А, вон уже папа меня догнал. Едет. Так как мама уехала, мы с папой вдвоем. Получилось вывезти у нас за первый раз 4 рулона. Сейчас уже два положили в микроавтобус. Два сейчас папа трактором закинет в прицеп. Ой, и останется у нас еще 42 рулона. Но я думаю, что у меня сейчас будет вечерняя дойка. И после дойки приедем еще один разочек, 4 рулона вывезем. Я посмотрела прогноз погоды. Завтра еще сухо. А потом 4 дня будут дожди. Поэтому нам надо успеть до дождей 50 рулонов вывезти. Представляла я себе все это чуть попроще. То, что трактор, кантователь рулона, все шик-шик-шик, везде положили. Я лишь машину прыгнала. Но на самом деле так не получилось. Получается то, что мы сейчас только вот этот угол освободили один. Это 8 рулонов. Потом после дойки еще отсюда 4 рулона вывезем. Но, честно говоря, еще остается очень много. Микроавтобус мы, как папа сказал, пердячим паром заталкивали. Два рулона у нас поместилось. Они смогли кантователем рулонов закинуть туда сено. Потому что очень широкие вот эти пальцы. И микроавтобус они не проходят. Рулоны такие не очень плотные получились. Рыхлые. Тут шпагат не сказать, чтобы так сильно был затянут. Но нам, в принципе, это не так принципиально. Так как у нас ангарное хранение. И под дождем, нигде на улице он не будет храниться. Пришли тут ко мне проверять. Пусть, давайте, днем времени не хватило. Пришла вечером поливать огурцы. Хорошо, у нас здесь электричество есть. Потом пойду поливать помидорки. Вот такие огуречки у нас уже выросли. Делаем салатик с папой. Продолжаем полив. Теплица номер 2. Здесь у нас помидорки. Я их поливала в воскресенье. Сегодня у нас вторник. И они какие-то у меня очень грустные. Мама уехала. Надо, чтобы к ее приезду все ожили. Я постараюсь их почаще поливать. Потому что хочется, чтобы все-таки помидорки были. Выглядят они у меня совсем не радостно. Ой. Как думаете, получится мне их спасти? Одну бочку на огуречки. И вторую бочку на помидорчики. Завтра пораньше встану. Включу автополив. Не теплицу же, а огорода. А тут там свекла, морковка. Санкарка. Что это такое? Выпустила всех пастись. Вы только посмотрите. Это какой-то кошмар. Окружили все рулоны. Мы часть с папой успели в ангар сложить. А часть тут сложили. Там надо в ангаре подубраться. У меня голос такой охрипший. Из-за этих кондиционеров везде. Уже перевернули рулон. Ужас. Девочки. Нет, ну и что это такое? Это же мы на осень, на зиму, на весну заготовили. Я не могу просто. А кто пастись будет? Там пайза выросла. О, забралась. Там артусик мой. Конечно, что уж тут говорить. Рулончики не сравнятся. В пленке вот такой. Или же на старом пресс-подборчике с ниткой. Какое рыплое. Погодные условия у нас какие-то не очень. Гром гремит. А мы еще всего лишь половину перевезли. Вот это прошлогодние рулоны покупные. Вот это наше сено. Даже по цвету отличается. И еще вот, как вы видите, в поле. Частично мы оставили. Сейчас папа на тракторе будет завозить сюда. Постелила я себе кофточку, чтобы полезть, посмотреть, как у них дела. И просто слышу чик-чирик-чирик-чирик. Как мне их там кормить? Это ж просто что-то. Девочки, подвиньтесь. Малышей не видать. А-а-а, ужас. Вот такая у нас погода. Эту часть сегодня убрали. Рецепчат тут оставили. Папа и поехал к следующим рулончикам. Надеюсь, что дождя не будет. Такой ветер, хотя... Обещали грозы без дождя. Сегодня намного попрохладнее. Взяла штатив, чтобы вам показать, что я помогаю папе. Такая у нас погода. Надо успеть все сено в ангар укрыть. Я еду из города. У меня голос выхрип от всех этих кондиционеров. На тракторные права у меня началось обучение. Сейчас я уже подъезжаю к нашей деревне, переоденусь. И мы с папой начнем дальше... Не начнем, продолжим дальше возить рулоны с поля. Мы перевезли позавчера 12, вчера 16, это 28, всего у нас 50. Ну, на сегодня работа нам обеспечена. Ребятишки из соседней деревни прибежали посмотреть, чем мы тут занимаемся. И предложили нам помочь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok У нас сегодня такой красивый закат Пока я доила коровок, папа сложил сено Сейчас мы привезли еще 4 рулона И в поле осталось 7 Ну вот и все Сложили мы все сено в наш ангар Сейчас еще раз поедем в поле В завершающий раз Там один рулончик развалился И мы его вилами закидаем Либо в микроавтобус, либо в прицеп И сюда привезем Первым делом с кормим коровкам У нас развалилось Один в поле И два рулона Прямо конкретно тут у нас на участке Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...